В Краснодарском крае завершается реализация гранта православной инициативы. Исторически первый на Кубани женский монастырь, Черноморская Мария Магдалининская женская пустынь, организовывал познавательные экскурсии для школьников. О том, что еще включал в себя проект, о его итогах и перспективах, рассказывают наши коллеги. Образовательный проект монастыря Святой Равноапостольной Марии Магдалины объединил 19 школ Тимошевского района. Вот как ведет пользу проекта педагоги. Дети могут приобщиться, получить верные ориентиры, духовно-нравственные, для своего действительно развития. Развития себя как человека, как человека и патриота, как человека с большой буквы. Поэтому мы благодарны, что нас приняли в этот проект. Полторы тысячи детей. И это ориентировочная цифра для грантового отчета. На самом деле, на познавательных экскурсиях в монастыре и на встречах в формате лекций побывали почти две тысячи человек. Для этой просветительской работы в обители, настоятельницей которой почти 20 лет является игумене Тавифа, был основан духовно-просветительский центр имени императрицы Марии Александровны. Исторически первый в Южном регионе женский монастырь регулярно организовывал экскурсии для школьников, в том числе и на территорию подворья в хуторе Димитрово, на месте основания обители в середине XIX века. Это не только памятное место, но и святыня. Здесь пролилась кровь новомучеников кубанских, священника Григория Никольского и сестер монастыря. С нашей школой мы уже много раз приезжали в Марий-Магданинский монастырь, помогать, работать. Всегда нас принимали тепло, после работы пили чай. В общем, очень хорошо. В формате гранта школьники не только знакомятся с уникальными архивными материалами, которые собраны в рассказ об истории обители, о судьбах сестер, священнослужителей и черноморцев-казаков. Ребята встречаются со взрослыми вопросами о смысле жизни и о своем предназначении. И опыт общения с сестрами монастыря становится значимым ориентиром. Созванивались с теми выпускницами, которые даже плакали, когда при встрече они не знали, как поступить. Родители хотели одно, а детям хотелось поступить на другие специальности. И матушка Тавифа сказала, вот предназначение человека вот там, куда тянется душа. И девочки звонили благодарно, и в том числе вспоминали матушку Тавифу, что она помогла им сделать правильный выбор. Грантовая деятельность монастыря началась в июне 2024-го. Для обители это первый опыт, который обязательно будет продолжен. Живой отклик людей стимулирует продолжать развитие духовно-просветительского центра и привлекать партнеров для восстановления исторического места, на котором был основан старейший на Кубани женский монастырь. Мы теперь будем думать, как расширять этот проект. Но в следующем году, может быть, транслировать его на соседние районы, чтобы как можно больше людей узнавали об истории родного края и его первом на Кубани женском монастыре Святой Равнопостольной Марии Магдалины.